добро пожаловать додо пицца что будете заказывать я вам советую додстеры есть пепперони вкусное но сегодня самое лучшее это сочное интервью приятного просмотра и приятного аппетита а звук чекнул все нормально в телеграм-канал чисто такой бэкстейдж покажу скоро будет вторая часть марафона бизнеса в компании до досок меню разница в росте можно как-то исправить на монтаже потом вы раз цикл может рассказать о себе нашим зрителям кто вы такой и вашу историю всем привет я акмаль много лет работал в маркетинге люблю путешествовать в данное время руковожу ташкентскими филиалами и дода пиццы написать международных и пиццерей 16 странах мира более 800 филиалов на сегодняшний день году это найти компания здесь мы готовим пиццу используя инструменты эти все процессы оцифрованы и решение принимаем на основе данных на сегодня все покажу как устроено вы сказали что это идти компания не пиццерия управляющей компании айтишников больше чем представителей других профессий ничего себе 16 стран а есть какие-то страны такие вот вау ничего себе даже там есть туда окей ну самом деле очень много великобритания нигерия несколько стран европы включая себя средняя дода была в сша туда было в китае было было в пиццере в китае все еще существует но она уже не в фокусе потому что это сложный рынок она ему нужно очень много энергии роста вот как раз таки насчет китае когда был в китае в пекине я видел да да то есть у нас где-то фотка есть валяется окей второй вопрос окмаря что вам дало управление вот таким вот гигантом международная франшиза узбекистане какие плюсы перки смотри в основе нашего бизнеса и нам платформа а мы покупаем покупая франшизы мы берем не логотип они дизайн не не зря и а вот именно конечно это включено в пакет но в основе лежит найти платформа которая позволяет управлять всеми процессами это мобильное приложение это мобильное приложение для курьеров это система мотива эта система который позволяет выстраивать графики и прогнозировать продажи вот если мы один мобильное приложение я уверен что в нашей стране ну создать такое мобильное приложение будет очень дорого так мы сейчас с тобой попробуем оформить заказ я перехожу в раздел в зале мы с тобой попробуем пиццу например пицца из половинек так какие предпочтения тебя давайте пепперони я с собой взял как раз таки спромит отлично эти колбаски все круто двойной пепперони и и так у меня знаете какой вкус я люблю с ананасом гавайска я вижу эти отписки все круто может получается вот так вот выбирать половинки да круто также можно выбрать тесто традиционной или тонкой давай попробуем на традиционными добавляю в корзину оформляем заказ в зале заберу на кассе а он получается сам понял где мы находимся то есть он предложил ближайший филиал я могу его поменять прикольно это получается допустим я еду с работы домой я могу быстро заказать в зале да и приехать его будет готова абсолютно реально прикольно вы сейчас дали заказ мы можем его сейчас сами приготовить этот заказ так мы поступим есть круто оформляю заказ наш заказ уже передано да я не знаю на петличку это записалось или нет но я услышал новая пицца заказ принят обрати внимание что здесь гость может в прямом эфире смотреть как готовится его пицца я предлагаю нам переходить на кухню и мы можем посмотреть как мы мы можем в прямом эфире вот это новый уровень знаете интервью потому что у нас есть две камеры у нас будет три камеры классный есть идёмся мы заходим все уже на кухню что мы делаем первым делом начинаем с мытья рук а мы готовим без перчаток сейчас объясню почему обязательно моем руки желательно делать по локоть нам с тобой для ребят в кухне это обязательно после того как ты помыл руки нельзя притрагиваться никаким поверхностям даже закрывать кран нужно вот так вот прижавший босс открытый ничего себе моем руки по локоть там сказали кто-то там омовение получают а мы с тобой уже находимся на кухне только что ты оформил заказ так и мы увидим этот заказ на экране обрати внимание что это смесь мух пицца двойная петероне плюс гавайская то есть человеку который стоит на кухне не обязательно общаться с гостями у него все видно в автоматическом виде виде номер заказа видно среднее время которой нам осталось до приготовления пиццы видим размер тесто 35 это большая большая пицца с большой плюшкой теста то есть получается еще у нас время лимитировано и чтобы гость долго и ждал конечно конечно среднее время приготовления должен вставлять составить не больше 12 минут а если мы посмотрим на экран мотивации мы видим что сейчас среднего рида нам предназначения 11 но поскольку эту пиццу на котором вместе мы сейчас вашу статистику вообще да угробим статистику мы должны будем делать долго давай ты попробуешь отжать эту пиццу на планшете для того чтобы начать ее поджать это нажать на бумажку обрати внимание она загорелась желтым цветом да и сейчас этот заказ переместиться уже на планшет начинения после того как мы начнем пицца вот она когда мы ее начинем мы можем поставить в печь и на планшете печи в следующем отжать ее это нужно для того чтобы видеть все процессы удаленно здесь кукурузная крупа она нужна для того чтобы тесто не прилипало если у тебя бабушка когда-нибудь готовила что-то выпекала она обычно цепит муку чтобы чтобы тесто не прилипало к столу мы для этого используем кукурузную крупку так сама пицца становится вкуснее вот и не принимаешь смотри я предлагаю тебе этим заняться объясню почему тут и пицца работает без перчаток потому что перчатки это иллюзия чистоты человек который надел перчатки ну мы пережили коронавирус мы все знаем как это работает я на как раз таки насчет этого слышал то что все готовят пиццу ими руками чтоб прочувствовать консистенцию и тогда вот пицца получается с душой ну как бы дело не в душе дело в частности а зачем обманывать людей тем что мы готовим перчатках потому что человек перчатки может задеть свою кепку а потом почесать нос и потом продолжить и готовить пока он снимет перчатки навеять новый будет много времени помыть руки гораздо проще но мы при этом требуем чтобы все сотрудника были медицинские книжки были выстрижены ногти и руки мылись по локоть смотри что мы делаем дальше а мы с тобой вот так вот пальцами аккуратненько ровной линией пытается сделать с тобой бортик попробуй обозначь бортик задача не раздавить пиццу а сделать узор очень хорошо что мы делаем далее далее наша задача и и растянуть вот такими вот движениями как веет мы с тобой должны растянуть так держи это называется докер твоя задача провести ему по пицце так чтобы продырели тесто переверни а этот переверни а вот так отлично отлично молодец давайте помогу задача также продырели тесто таки потому что они имеют свой кинодуваться и теперь наша задача перекидывая лежку из руки в руку растянуть его так чтобы довести его до размера экрана держи и это объясняет принцип почему мы готовим из перчаток размер все очень маленький надо до растянуть так вручную да просто осмотреть надо еще раз поднять и и другие в руку перекинуть так чтобы размер его увеличился смелее давай помогу да я думаю по моему это получается прям края должны быть здесь да да конечно задача сделать так чтобы пиццы всегда были одинаковыми независимо от того в какой стране ты ее заказать свой стандарт а получается туда пицца в любой стране нужно быть конечно конечно пиццу ну вроде или нет еще нормально здесь самое интересное здесь у нас с тобой линия начинения воу мы перешли к линии начинения видим что у нас с тобой по рецепту двойная пепперони гавайская мы должны нажать на нее для того чтобы система поняла что мы пришли на следующий а значит нажал таро здесь чекпоинт как в играх все мы сохранили до игру мы сохранили и теперь система начинает отслеживать сколько времени у пицца мейкера мира лима уйдет на начинение понимаешь да то есть мы каждый день можем видеть сколько времени на какой на на какой этап требуется теперь поскольку на с тобой пиццы половинок двойная пепперони и гавайская вот он рецепт гавайской пиццы по нему у нас пицца соус ветчина из индейки сыр и двойная порция ананасов в теперь ищем рецепт двойной пепперони так а вот она она у нас в исключениях по 2 20 плюс 8 или 22 плюс 12 4 или 28 плюс 16 плюс 4 в зависимости того какой размер пиццы 25 30 или 35 мы с тобой готовим пиццы из половинок поэтому делим на 2 мы можем разделить на 2 на здесь для этого нам оказывается 16 плюс 8 плюс 4 начинаем из пиццы соуса так колбаски мы берем так где они у нас я ранене промитовский да да сейчас я про них отдельно расскажу разрешала нам нужно добавить соус то есть вот так полный вот такой да без горок без чего чуть стряхни его без горки а он накладывает а теперь переверни половник и разим на этой стороне и равномерно размножить пицца соус обрати внимание что пицца соус очень густой это не просто томатная паста из узбекистана это соус мути из итальянских томатов то есть мы импортируем соус его делают для нас на заводе в италии специально для дуду пицца ничего если она смотри очень опасный момент у тебя сейчас пицца соус на бортике но ничего страшного мы сейчас это исправим дело в том что соус в печи он может гореть сверху его должен защищать сыр и другие ингредиенты но ничего страшного так теперь условно деле пицца пополам наша задача добавить в нее сыр а что это за сыр а это сыр моцарелла натуральная делается из коровьего молока узбекский производитель так сыр получается вкуснее для трех размеров пиццы вас три размера стаканчиков маленький средний и большой поскольку мы с тобой готовим большую пиццу наша задача насыпать сыра это делается также руками вот таким вот образом первый стакан насыплю я еще половинку насыпешь ты держи без горок вот так вот очень хорошо получилось отлично молодец все здорово теперь первая половина пицца у нас гавайская в нем мы добавляем индейку индейка от промит а во вторую половину мы добавляем пепперони тоже вот проверьте смотрим причина из индейки у нас добавляется вот по такому стандарту 8 плюс 4 плюс 2 то есть на половине пиццы у тебя должно быть должен быть полукруг из 8 слайсов личный потом 4 потом 2 до давайте консервированный ананас полностью пока пока мы насыпаем хотелось задать вопрос ага все вас знают как специалиста в сфере самым маркетинга и вы долго этим занимались и какой-то момент вы решили покинуть эту деятельность это связано с тем что smm потихоньку перестает быть актуальным ну нет потому что сферой smm это маркетинг можно подумать что если мальчиков нашей стране все больше и больше но однако и бизнеса в стране становится все больше и больше также рассыпать до равномерно для опыта равномерно можно выбрать то есть очень много частной компании открывается очень много индивидуальных предпринимателей которым нужно продвигать свой бизнес и smm это самый легкий старт для бизнеса привлечения клиентов согласен я тоже как бы с этого начинал набирался опыта почему я ушел из smm но потому что 10 рост определенный да я понимаю что всю жизнь если мы не хотели заниматься мне интересно работать международных компаниях быть и самым чеком международной компании ну наверное это нелегкая задача а сейчас вот в пределах додо вам есть куда расти то есть будет ли интерес у вас продолжать 10 листов но смотри я пришел сюда маркетологом изначально прошло полтора года сегодня я директор сети и бизнес системный этот бизнес можно копировать и дублировать его в других странах мы можем открыть филиал додо в иране азербайджане в грузии как где угодно вот но для начала фокусируемся на узбекистане расширить здесь после чего пойдем другие страны круто так сейчас мы уже у нас дальше давай на этой перроне вот нарисуем двойной перроне 16 плюс 8 плюс 2 точно также 16 то есть мы я сейчас 8 ели как надо сейчас мы 16 должны сделать в нахлёст то есть ты друг на друга раз так вот ближе краю да потому что иначе краешек будет такой кому-то это не очень понравится пол делать дело наверно все верно теперь я это куда ложу верхнюю или нижнюю неважно вверх вверх сейчас включена она она получается активируется после того как а ведь конверны она крутится автоматически так чтобы через четыре с половиной минуты готова биться вышла с той стороны так я это сделал и должен нажать верно абсолютно верно двойная перроне заказ номер 69 он в печи клиент по не у него в приложении отслеживается статус он знает что заказ уже готовится я правильно понимаю мы на 9 минут опаздывается трекер показывает что мы опаздываем на 9 минут от среднего показателя обратите внимание что здесь экран мотивации люди которые работают на кухне не знают среднее время приготовления они знают сколько времени пицца доставляется до гостя сколько времени на вернее сколько времени пицца лежит на теплой полке до того как я заберет курьер более того когда ты заказываешь пиццу через мобильное приложение и ставишь оценку в конце заказа пицца мейкер который приготовил он видит как ты оцениваешь его работу то есть у нас видишь пятерка 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 и единица 155 заказ гость пишет просто не привезли а чем это связано возможно курьер отжал на кнопку доставлена и поднимался в это время по лестнице гость сидел в комнате ему пожелали приятного аппетита факта заказа нет он нажал на единицу это мы тоже должны исключать я предлагаю продвинуться в холодильник здесь у нас холодильник здесь хранятся все ингредиенты давай заглянем него а какой здесь градус в данный момент здесь 8 градусов но температура должна быть от 2 до 6 градусов то есть на 2 градуса выше нормы просто потому что его сейчас открывали закрывали и нужно некоторое время чтобы холодильник немножко оставь вот как я и говорил абсолютно все ингредиенты промаркированы то есть мы знаем даже отдельно если есть какие-то сыр и чеддер или пармезан они также промаркированы то есть это гарантия того что у нас свежие градиенты здесь у нас вся продукция албасная как видите моим зрителям этот логотип известен уже да это про мид и индейка ветчина из индейки и пепперони и охотничьи колбаски для пиццы мы покупаем у промита надежный постучив очень долго с ним работы и они уже на экспорт же вышли как раз таки до промить сейчас будет работать туда в казахстане в россии в таджикистане и в кардистане круто что молодые компании а то есть которым управляет по сути молодые ребята вот так вот мы вместе набирались опытом потому что они делают продукцию мы здесь же пропускаем я печи смотрим как колбаса ведет себя в нашей печи если она ведет себя идеально если нам продукт нравится они смело могут масштабировать его на 800 филиалов на счет конкуренции посел узнать но необычная конкуренция пиццерий а так знаете более узбекская то есть если говорить про фастфуд как бы туда пицца это в целом тоже быстрая еда которая быстро приготавливается за 12-11 минут у нас узбекский фастфуд это шашлыки плов и все что связано с мили там дар если конкуренция с ними потому что я знаю то что то есть если выбирать пиццу либо плов захватывать да допустим там будет момент такой вот безусловно есть сформировавшиеся потребности потребителей они любят узбекскую национальную кухню и если раньше тоже пицца запрещала нам менять рецепты чтобы все было строго по стандартам одинаково всех странах мира сейчас мы вошли список стран а м.ф. это international master франчайзинг который позволяет нам адаптировать меню например в странах африки в той же нигерии есть пиццы есть куриные крылышки острые которых нет в россии в некоторых регионах во многих регионах россии есть бекон из свинины мы бекон не используем в целом все халяльное то есть ближайшее время мы можем ждать на получается в меню там пиццу с пловом или пловом вряд ли но потребность ведь не в самом плове а больше в жирный сыщенный ну допустим с кусочками шашлыка кебаба абсолютно главное чтобы это было вкусно а не просто было реклама давать пиццу плохо при этом добавить его просто рис так замерзаем и пицца ждет пицца ждет ребят ну что наша пицца готова теперь наша задача упаковать ее есть три размера коробок они тоже помечены одной точкой двумя точками и двумя точками вот такой очень легко это все вытаскивается она падает обучается открываем коробку ты берешь лопаточку и твоя задача аккуратненько вытащить пиццу экрана и переложить ее в коробку может стать с того краю карте будет у они прилипкой надо наверх сильнее все верно молодец так сколько я ролика видел на эти когда он несет и в конце она падает кстати да и во многих компаниях за это штрафует но у нас принципиальная позиция подупить и нет штраф если ты запоришь ингредиенты просто его переделаем ну понятное дело что если ты будешь пороть его регулярно мы просто найдем нового пицца мейкера однако штрафовать мы не будем это неэффективно во первых во вторых это нечеловечно то есть даже вот таких деталей чтобы все стояло ровно то есть обращает внимание конечно потому что мы продаем не пицца мы продаем пицца опыт то есть для клиентов вкус пиццы это не вкус пиццы это картинка это только курьер с ним поздоровался то как она пахнута как она выглядит здесь у нас ножи твоя задача глядя на полоски на коробке сделать порезы давай деть для начала порежья у меня вопрос вот эти коробки они тоже узбекистане происходит конечно нет коробки мы везем из москвы это пищевой картон чтобы понимал все коробки для пиццы в узбекистане они делаются из макулатуры мы используем пищевой картон то есть наши коробки они делаются не из переработанного картона так что пока мы режем хотел вот красотики по про громкий кейс маркетинга вашей компании когда по всему городу были развешенные баннеры получается по теме локации даже вот если говорить про интернет где я работаю там было английский в жизни пригодится доставка додо пицца возле моей школы 145 и было в школе здорово учетом учиться привезли детей учить до привезли детей учиться доставка додо пицца вест мистере опять же то есть прям вот все что было связано со мной я за этим следил я учился лицей веста и то есть в это время там было побыл баннер где был написано вместе здорово учиться а доставка додо пицца где-то было написано пашкент красивая столица в общем один кейс вот получается это все в принципе такие дружелюбные надписи но мне вот очень зацепила вот надпись допустим даже у теста байзамира а где был написано за мира будет злиться а доставка додо пицца и этот баннер был то есть находился прям возле входа в его заведения и злились ли люди основатели вот этих вот мест посмотри мы очень уважительно точните конкурентам перед тем как размещать билборд входа в заведение за мир и с текстом за мир и может рассердиться мы я написал за мире сказал объяснил концепт сказал какие билборды мы уже повесили спросил не против ли она если мы повесим эту простую на нее она согласилась более того когда люди писали ей о том что блин за мира как они могли себе это позволить на года нет нет все нормально я не против у меня есть чувство юмора вот конкуренции мы относимся очень очень хорошо вообще есть позиция не и ориентироваться на конкурентов просто быть лучше чем ты был вчера мы стараемся работать над сервисом на скорость доставки на запуску новых ингредиентов потому что ну чтоб ты понимал у нас три филиала в ташкенте до конца года будет 8 есть несколько конкурентов суммарно у них 30 может быть 35 пиццерий у нас нет такой цели мы никогда не станем сети пиццерий номер один в пикстане почему лучше иметь 12 точек которые будут делать максимальную эффективность высокие выручки высокие прибыли чем иметь 30 филиалов по стране при этом иметь выточные филиалы которые перекрываются прибылями других на этой позиции стоит менеджер или инструктор той самый старший самый опытный сотрудник если он видит что статиста бог он закрывает коробку клеит маркировку обратил внимание вон там вот у тебя есть вот это сюда отклею и приклеена коробку это нужно для того чтобы гость во первых чтоб курьер не перепутал свой заказ во вторых гость понимал какая из 10 пицц не содержит мясо например также если ты проверил и все хорошо ты должен приклеить стикер что ты проверил и все хорошо классно вот сюда да получается заклеить также если пицца готова пожалуйста отожми ее здесь не отжимай потому что желательно ребят предупредить чтобы они тот экран снимали а теперь твоя задача готовую пиццу положить на теплую полку она греется для того чтобы пицца не оставала по как нам получается там сверху да вот эти вот лампы и да и тем самым пицца всегда вот горячий горячий тепленькая 10-15 минут пока гельты курьер после того как пицца уже была приготовлена чтобы пицца не оставала также наша задача отож отжать пицца на экране он и готова и и нажать на кнопку готова готова как видишь у нас 22 минуты и получается на том экране моё имя исчезает а теперь гость который оформил заказ в зале он видит статус что его пицца готова а все один отый заказ мерлин есть мы сделали так пицца не заготовы насчет конференции вот когда мы были там я заметил что присутствовал очень много волонтеров которые вам помогали то есть даже на стойке регистрации в целом вот спицы не помогали вот кто они такие почему они то есть делали этот виш а смотри а мы очень часто вообще додо является бенчмарком для многих компаний в том числе узбекских айтишники ориентируются на эти платформу додо маркетологи ориентируются на подход к маркетингу маркетингу то что делает додо и мы поняли что любая акция которую мы запускаем она может в миг быть скопирована и кем-то повторена поэтому мы решили что самые лучшие решения и в любом случае будут кем-то повторяться поэтому решили открыто сообщать об этом учить молодых людей как правильно делать маркетинг но при этом они взамен дают нам свои ресурсы то есть мы показываем как организовать мероприятия они помогают нам организовать мероприятия мы показываем как снимать ролики для тик тока они помогают нам снимать ролики для тик тока мы учим их как эффективно коммуницировать с блогерами они помогают нам коммуницировать блогерами для запуска наших новых продуктов это можно сказать социальный проект потому что он нам не приносит денег прямых однако мы понимаем что это большая армия лояльных людей бренда массадоров которые через год и через два будут нашими клиентами и будут рекомендовать на друзья вот то есть миссия она такая социальная так кто не понял получается туда в узбекистане этим летом создали проект который называется маркетинг кем записалась возле 90 с чем туда 98 заявок мы получили по факту пришло в первый день 75 человек мы сообщили об условиях и разделили оставшихся на команды у нас 55 человек это один из команд по 5 человек и мы устроили между ними соревнования то есть лучшие команды они регулярно ограждаются какими-то подарками это может быть пицца в подарок это может быть промо код и вот и в конце мы выявим лидеров и будем рекомендовать их какие-нибудь локальные компании кого-то из лучших и наверное себе пригласить ну пригласите в вашу да мы планируем взять кого-нибудь но мы этого не обещаем мы не знаем как все пойдет лучше честно сказать о том что мы делаем но при этом я уверен что минимум 10 человек из маркетинг кэмпа они найдут работу или по нашей рекомендации или навыки которых которые они набрались туда они могут использовать реально на самом деле это очень круто то что вы создаете вот такие вот условия для молодежи они себя как проявляют и да это на самом деле класс поэтому я и сам решил ну то есть вы меня пригласили такой да с удовольствием буду принимать участие в этом все абсолютно под когда ты делаешь это крутое люди хотят в этом участвовать нам бесплатно предоставляет помещение которое в другой день вы могли сдавать в аренду классный спикер бесплатно выступают у нас вкладывать свое время но и получает отдачу я уверен получает самая дейти на обратной связь люди за это не платят и поэтому они максимально откровенно говорят о том что что было хорошо что было плохо вообще когда будет весь кейс мы поделимся итогами у нас уже на сегодняшний день продаж по промокодам от блогеров с которыми общались ребята порядка на сумму в размере 7 8 миллионов сумм вот сняли порядка десяти роликов которые мы уже начали размещать своих социальных сетях конечно с указанием авторов этих роликов так что вы и последний вопрос стоит ли молодежи валить отсюда или вы видите возможности взбить с нами однозначно и валить не стоит потому что нас парень я как человек побывавший в 15 странах мира понимаю что где-то очень классно путешествовать например это америка это европа но понимаю как сложно там жить как дорого там стоит жить и другой стороны понимаю как легко здесь в узбекистане подниматься расти я реально за год вырос от маркетолога до директора сети просто потому что есть кадровый голдах на рынке если ты чуть чуть умнее чем остальные ты уже можешь стать занимать руководящую позицию иметь достойную заработную плату которая позволяет тебе путешествовать в другие страны мира почему люди хотят уехать из узбекистана потому что они видят картины мира по телевизору а если у тебя есть возможность путешествовать и видеть этот мир впитывать то и здесь хорошо цель моего блога в целом а вот эти марафоны и не просто так на самом деле задавая вот эти вопросы я хочу донести зрителям что узбекистан это такое непаханное поле где можно себя проявить абсолютно быть то есть топом в своем деле и поэтому якобы мотивирую ребят этим делать контент открываться делать networking поэтому в целом я думаю то что можно завершать пицца остывает ребят давайте лопаем всем при себе еще есть поздравляем